Физкульт привет, друзья и ученики! Это рубрика «Вопрос-ответ», в которой я отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в личку ВКонтакт, либо в группе ВКонтакте оставляете свои вопросы, и также на вопросы, которые вы оставляете в комментариях здесь, на YouTube, под моими видеороликами. Обращаю ваше внимание, что на вопросы, которые вы оставляете на сайте, я не отвечаю. Сайт, где собраны все мои видеоролики и статьи, служит для информации только, и вы можете там оставлять свои пожелания и отзывы. Но просьба, не пишите там вопросы, потому что я на них там не отвечаю. Пишите ВКонтакт, пишите здесь в комментариях. Вы знаете, все вопросы, присланные ВКонтакт и сюда, не остаются без внимания. А на самые интересные я снимаю видеовыпуски. Если вам нравится ролик или статья, вы можете ставить лайк, можете подписываться, можете не подписываться на мой канал. Я этим не зарабатываю и не стремлюсь к этому. Моя основная задача – дать вам грамотную, полезную информацию, чтобы вы могли самостоятельно тренироваться, самостоятельно составлять себе планы тренировок и питания, а также сохранять свое здоровье, что самое главное. Потому что без здоровья нам с вами ничего будет не в радость. Если вам не нравятся мои ролики, можете смело ставить дизлайк или даже отписываться от канала. Единственная просьба – не пишите об этом в комментариях, потому что вы засоряете эфир, и я могу пропустить какой-то полезный вопрос для того человека, кому это важно и необходимо. В любом случае, следите за своей техникой, за тем, что и как и когда вы едите, как вы восстанавливаетесь, и будет вам счастье и здоровье. Давно мы с вами не делали видео на улице. Хотя, неважно, где мы снимаем, важно ту информацию, которую мы до вас доводим. Сегодня очень интересное видео. Несмотря на то, что я очень много уже писал о разминке, о разновидностях разминки, большинство из вас, кто смотрит мой канал, знает уже, что существует не только общая разминка, есть еще и специальная разминка, а также в разминку входят некоторые растягивающие упражнения. Нужно ли их делать, как их делать, когда их делать, в какой дозировке их делать. Все это очень важно, поэтому мне приходит постоянно много вопросов. И сегодня я коротко постараюсь рассказать обо всех этих проблемах. Почему проблемы? Потому что те, кто не понимает важности разминки, создает проблемы себе, своему здоровью. Хочу сказать сразу, те дауны, которые считают, что разминка не нужна, сразу ставьте дизлайк и идите дальше. Заполняйте вакуум в своей голове чем-нибудь другим. К примеру, домом 2, что наверняка большинство из вас даунов и делает. Поэтому, друзья, всегда говорил и говорю, мне не важны лайки, дизлайки, хотите ставьте. Но, если вы адекватный человек и понимаете важность разминки для сохранения здоровья, обязательно поделитесь этим видео. Мне не нужен от вас подписка, лайк. Ребята, самое главное, чтобы вы делали разминку. Начнем, конечно же, с общей разминки. Почему? Потому что, когда вы приходите в зал, возможно, это бывает после работы, это бывает после учебы, а многие из вас сейчас, из нас работают в офисах, а когда мы учимся, мы тем более сидим подолгу. И нашему организму необходим разгон. Как говорили уже другие блогеры, это очень хорошая аналогия. Представьте себе автомобиль с ручной коробкой передач. Вы же не врубаете сразу третью или четвертую скорость. Нет, мы постепенно с первой скорости трогаемся, переходим на вторую, третью и так далее. Точно так же и наш организм. Если мы сразу же, с первых же шагов начнем работать без разминки, без общей, без специальной, то ничего хорошего для организма не будет. Кстати, не будет ничего хорошего и для прогресса. Это очень быстро приведет вас к травме. И одна из причин, почему у вас болят локти, колени, суставы плечевые, это плохая или вообще отсутствие разминки. Что такое общая разминка? Общая разминка это как раз тот момент, когда я вам позволяю, если вы мой ученик, или рекомендую, если вы просто зритель, делать классическое кардио. Лучше всего делать его, как я уже говорил, в грибном тренажере. Это единственный тренажер, совмещающий в себе аэробную и анаэробную нагрузку. Именно поэтому он сейчас так популярен. Не только потому, что его пиарит кроссфит. Это действительно самый лучший из существующих тренажеров. Работают абсолютно все мышцы в нужном нам с вами режиме, и вы легко можете дозировать. Но если у вас сегодня по программе будут еще и приседания, тренировка ног, настоятельно рекомендую еще хотя бы 3-5 минут в легком режиме покрутить велосипед, велотренажер. Это будет уже переход от общей разминки к специальной, но еще не будет являться специальной разминкой. Если тезисно, то общая разминка подготавливает организм, весь, целиком и полностью, все его системы к работе. Если мы с вами говорим уже о специальной разминке, то это непосредственно разминка перед самим упражнением, именно для упражнения, которые мы с вами собираемся делать. Настоятельно рекомендую ознакомиться с статьями о общей разминке и специальной на моем сайте HMG. Я там более подробно по полочкам все раскладываю. Здесь, в этом видео, я стараюсь коротко, тезисно вам объяснить, что, почему и зачем. Итак, мы сделали общую разминку, подготовили организм, все системы к работе. К примеру, мы хотим сегодня прокачивать спину. Начнем делать становую тягу. Как будет выглядеть идеальная общая разминка? Напомню вам, что большинство из вас, делая разминку, на самом деле делает уже работу. Как разминается большинство? Возьмем ту же становую тягу, лежим лежа. Приходят, накладывают, вернее, навешивают вес на штангу и начинают делать 15-20 повторений. Постепенно прибавляют вес, увеличивая его и тем самым сокращая количество повторений. Но работая в каждом подходе. И когда вы уже подходите к своему рабочему весу, вы утомлены. Это основная причина того, что у многих нет прогресса, а зачастую бывает и регресс. К примеру, вы привыкли сжать определенное количество веса на определенное количество повторений. И у вас не всегда это происходит сделать. Почему? Получается сделать. Просто потому, что вы не умеете производить разминку специальную. Так вот, формула специальной разминки очень проста. Для простоты понимания возьмем, к примеру, в жиме лежа, либо в другом любом упражнении, 100 кг. Это тот рабочий вес, который вы хотите сегодня пожать, присесть, потянуть, к примеру, на 8-12 повторений. Это запланированный рабочий вес. Первый рабочий подход, с которым вы будете делать 100 кг. Так вот, друзья, специальная разминка будет начинаться с первого подхода, который будет составлять 50% от рабочего веса дня. То есть от 100 кг в данном примере. Это будет 50 кг. И нужно будет сделать максимум 7-5 повторений. Лучше 5. Следующий подход в специальной разминке. Увеличиваем вес штанги или тренажера до 75% от рабочего веса дня. Для простоты примера от 100 кг это будет 75 кг. И делаем 3 повторения. Еще один подход включает в себя специальная разминка. Запомнили, да? Это всего 3 подхода. Первый 50% на 7-5 повторений. Второй подход это 75% на 3 повторения. И 90% на 1 повторение. Вот это разминка, которая подготовит ваш организм непосредственно те суставы, которые будут участвовать в работе. И при этом разогреет, но не утомит вашу мышечную систему ни на сколько. И вы сможете выполнить в рабочем своем подходе гораздо больше выложиться и хорошенько поработать. Большинство из вас, попробовав эту разминку, увидят, что рабочий вес увеличился уже сегодня. Да, если вы первый раз об этом услышали, попробуйте сегодня или завтра, или на ближайшей вашей тренировке попробовать это на себе. Вы будете удивлены, насколько может увеличиться ваш рабочий вес, либо количество возможных повторений с привычным для вас весом. Это очень важно понимать, друзья. Следующая ошибка, которая происходит в разминке. К примеру, вы тренируете ноги, да? И у вас идут первым упражнением жимы ногами или приседания, либо какое-то другое упражнение на ноги, неважно. Вот в первом упражнении необходимо делать специальную разминку. Во всех других упражнениях на ноги, если мы тренируем ноги, либо спину, руки, грудные мышцы, все так же. Не нужна больше специальная разминка. Второе, третье и, не дай бог, если вы делаете четвертое упражнение, не требует больше специальной разминки. Вы можете сразу приступать к рабочим подходам. Единственное, большинство из вас любит делать один прикидочный подход. Это для того, чтобы, к примеру, определиться, с каким весом вы сможете поработать. Но прикидочный подход, это опять-таки не рабочий подход. Вы должны понимать, с каким весом вы сегодня сможете поработать. Не утомиться. Но я рекомендую вам, большинство из вас уже опытные люди, вы будете знать примерно количество повторений, которое вам нужно, и примерно вес, с которым вы обычно работаете. Во втором, в третьем и в четвертом упражнении не нужна больше специальная разминка. Во-первых, вы сокращаете время тренинга, уплотняется тем самым интенсивность, увеличивается нагрузка на организм, и, естественно, будет отдача. Теперь вы понимаете, почему большинство из вас удивляется, когда я советую делать, укладывать свою тренировку, именно ее силовую часть, в 50 минут, не больше. Почему большинство из вас не может этого сделать? Потому что тратит лишнее время на ненужные разминочные подходы. Надеюсь, это ясно и понятно. Что еще можно отнести к разминке? И это очень важно. Это растягивающие упражнения. Я настоятельно вам рекомендую делать, если вы делаете растяжку, очень легкую, очень дозированную и как бы в таком щадящем динамическом режиме. Ни в коем случае не делайте статическую разминку, когда вы, к примеру, какую-то растягивающую позу держите 20-40 секунд, растягивая мышцы. Также нельзя этого делать между подходами. Поверьте мне, если вы серьезно работаете с серьезными весами, не занимаетесь фитнесом, физкультурой, то вам этого делать просто нельзя, иначе может произойти травма. То же самое касается времени непосредственно сразу после тренировки. Легкая растягивающая нагрузка. Очень легкая, очень дозированная. Следующее, о чем хочу сказать, о заминке. Хотя мы сегодня говорим о заминке. Заминка очень важна. Мы должны привести организм в состояние до тренировки. И это должно произойти не резко, ба-бах, закончили упражнение и ушли. Нет. Именно для этого опять-таки подойдет легкая классическая кардио. Но теперь это будет отличаться от разминки тем, что мы будем не наращивать интенсивность, а наоборот, будем постепенно ее понижать. 5-10 минут максимум достаточно. Не забывайте, что на всех современных тренажерах, электрических кардио-тренажерах, есть кнопка кулдаун. Она служит как раз-таки для этого. Если вы ее нажмете, тренажер сам начнет по программе потихонечку замедлять, замедлять, успокаивать ваш организм. Это очень важно. И еще напоследок, друзья, обязательно, если вы хотите избегать травм, хорошо спать и восстанавливаться, каждый вечер перед сном выполняйте растяжку на все группы мышц. Это убережет вас от травм. Это проверенный факт. Ну что, друзья, увидимся в следующий раз. Пишите все ваши вопросы в комментариях. Не забывайте, что вся информация в открытом бесплатном доступе есть на моих ресурсах, на моем сайте hmgym.ru. Все статьи, которые я когда-либо выпускал, присутствуют. Вы можете с ними ознакомиться. И я вам это советую. Если у вас нет времени и желания изучать, заниматься всеми этими вопросами, вы можете вступить в мою закрытую платную группу, где я на каждую новую неделю выкладываю новую тренировку. И для парней, и для девчонок. Если вы пара, вы можете сэкономить. Стоит это всего 150 долларов вступления, и вы пожизненный член данной группы. Никогда больше не паритесь о изучении тех или иных методик. На каждую новую неделю получаете новую программу тренинга, основанную на периодизации на всех типах мышечных волокон. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА